При поддержке паблика ВКонтакте книги и World of Marvel, ссылки в описании. Клон сбежал, созданный, но не рожденный и без собственной личности. Он дал сам себе новое имя и выбрал свою дорогу в этом мире, как Бен Рейли, Алый Паук. Черт, описание очень хорошее, очень пафосное. Давайте, наконец, смотреть, смотреть. Итак, нас встречает прекрасная обложка от Марка Багли и... Какой отвратительный здесь костюм. Я читаю комиксы Человеки-пауки или Муравьев Лики. Какого черта... Кто придумал сделать из обычной маски красный смайлик? И как вообще под маской виден рот? Да как это вообще работает? Кто вообще так делает? Марвел над этим и так шутили в одном из номеров Амезинга. Кто-то в здравом уме увидел это и сказал... А знаешь, это хорошая идея. Мне нравится. И да, шов в районе паха это очень удобно. Вот прям охренеть как удобно. Мужская половина нашего канала. Давайте вот представим. Ваши джинсы без молнии, посередине шов и очень-очень сильно вас обтягивают. Зачем вообще нужно было менять этот костюм? Осовременить? Конечно, это же слишком 90-е. Давайте осовременим до начала 2000-х. Гениально. Вот, вот, вот. И о, здорово. Как выяснилось, он этот костюм еще и украл у одного из косплееров. Итак, Бен Рейли прибывает в Лас-Вегас, где, как он надеется, сможет наладить свою собственную жизнь. Здесь же сразу под руку ему попадается какая-то жертва в переулке. Он отбивается от бандита, отбирает у него пистолет и стреляет ему в колено. Типа, неожиданно. У потерпевшей девушки он пытается выяснить, не зовут ли ее Мэри Джейн или Гвен. Окей. И в обмен за свое супергеройство он просит расплатиться сотней баксов. Хорош герой. Затем отдает и этот пистолет и улетает. Это будет очень странное чтиво. В целом, суть этого комикса сводится к тому, что Бен Рейли пытается балансировать между двумя личностями Алого Паука и Шакала, параллельно пытаясь как-то устаканить свою жизнь и поставить ее в обычное русло. Кто не в курсе, то в The Clone Conspiracy выясняется, что Бен это новый Шакал. И Шакал в его образе это такой человек в деловом костюме и в маске древнеегипетского бога. И да, он прав, этот образ куда лучше, чем Йода в плавках. По пути его целью становится казино, в котором его внимание останавливается на какой-то старушке, у которой, видимо, проблемы с азартными играми, и ее отчитывает ее собственный муж. Зовут ее Джун. Джун, это почти что, мэй, то есть июнь, май, ну, почти то же самое, шутка с месяцами года, вы не поняли? Это, это... Идем дальше. Он отбивает старушку от ее мужа, и он говорит, отлично, значит, я для тебя мертв. Ты слышишь, Джун, я теперь для тебя мертв. Типа как дядя Бен? Окей, значит, это теперь его тетя Джун, это его мертвый дядя Бен. Жизнь налаживается. Далее спецназ нападает на казино. Блин, серьезно, спецназ нападает на казино. Нам нужна экшн-сцена, пусть спецназ ворвется в казино. После того, как он помогает с ними разобраться, хозяйка хочет его видеть и встречает его, наставив на него пистолет с криками «Ты!» Да, хозяйка казино – это одна из жертв его компании «Новый ты», в которой он якобы воскрешал убитых людей, но по итогу они превращались в зомби, и теперь хозяйка хочет его смерти. И на этом продолжение следует. Это очень странная хрень. Так, во-первых, это не тот Бен Рейли, которого все любят, окей? Это какой-то шизанутый кретин, у которого прослеживается замашки Дэдпула. Да, рисует этот комикс Марк Багли, и все его любят еще с 90-х серии «Эмейзинг Паука», ну а все русские читатели влюблены в его рисунок благодаря комиксам «Алтимейт Спайдермен» от ЭДК. И несмотря на то, что этот художник немного выдохся и прослеживаются за ним маленькие ошибки, вроде стреляли ниже, держатся выше, все еще очень приятно наблюдать за его работой, но этого мало. Здесь всего одна страница хоть какой-то мотивации для персонажа, да и то, как-то вилами все по воде писано. А все остальные элементы, это непонятное зачем, почему и куча вопросов в стиле «Шо это сейчас было?» Боже, кто это писал-то? Так, я вообще ничего не понял. Автор-то хороший. Над этим комиксом вообще что ли никто не хотел заморачиваться? Для кого надо было делать эту серию? Я не знаю, для алфагов? Ну, вариантные обложки точно для них. Возможно, эта серия подкупит их тем самым художникам, но когда они развернут конфетную обертку, то поймут, что там ничего нет. Может, серия для несколько более поздних любителей? Нет, тоже ничего общего. Тогда для кого? Для... для новых читателей? Ну, конечно, поэтому это первый номер, где все так любят первые номера. Кому нахрен из новых читателей всрался алый паук? Они бы за основным пауком успевали. И вот вам вердикт. Неясно что и непонятно для кого. Жду ли я второй номер? Определенно жду, потому что я не самый умный человек. Субтитры сделал DimaTorzok